Да, вам рада видеть коллеги. Всех добрый день. Давайте начнем. Проверим звук и изображение. Главное звук, если вам комфортно меня слушать. Слева от общего чата есть тенечек. Нажмите на него, пожалуйста. Я буду понимать, что вы меня слышите, видите, и мы можем начинать. Что у нас сегодня интересное, злободневное, важное, это финансовая грамотность для школьников. И мы будем говорить именно о том, что нам рекомендует новая федеральная образовательная программа. Давайте же начнем. Слышим прекрасно. Итак, важность финансовой грамотности, которая подчеркивается и в современных образовательных программах. Почему это так важно? С самого раннего детства обучать финансовой грамотности. Потому что дети сейчас у нас самостоятельные. С финансовыми они сталкиваются довольно рано. Ну и к времени, когда дети становятся взрослыми и начинают управлять своими собственными финансами, хорошо бы, чтобы дети уже разбирались во всех тонких механизмах. И современная программа, новая программа федеральная, подчеркивает то, что обучая финансовой грамотности, мы, во-первых, должны использовать методы и способы, которые для ребят понятны. Это именно игровые формы работы. А второе, то, что мы должны давать работу, которые детей бы обучали именно практическим навыкам. То есть просто дать знания о том, что такое деньги, покупки, продажи, банки. Но еще и дать детям на каком-то своем детском уровне, что называется, ручками попробовать все это сделать. И мне кажется, что этот подход очень правильный, потому что дети плохо воспринимают информацию, которую только слышат. Но если они на своем уровне по взаимодействию с деньгами, с финансами поймут, что это такое, как это работает, то потом уже проблем в жизни будет гораздо меньше, что мы и добиваемся. Итак, что мы можем рассказать дошкольникам по поводу финансовой грамотности. В 3-4 года дошкольники первое, что мы рассказываем детям в таком возрасте, о том, что деньги – это способ обмена. И что деньги можно обменять на разные вещи. И люди когда-то договорились, что с помощью денег будут обменивать одни блага на другие, одни дары на другие. И так всем было удобно. То есть здесь самое главное – дать вот это вот понимание. 4-5 лет. Ценность и важность денег, материальных вещей, финансовых решений. И здесь же в этом возрасте мы уже говорим о том, что деньги ниоткуда не возьмутся, и здесь будет труда. И здесь ценность созидательного труда – это самое главное, что мы должны дать в курсе финансовой грамотности ребятам такого возраста. Шестилетние эти 6-7 лет уже могут принимать какие-то решения, могут делать выборы, например, купить одно или не купить другое. И могут уже на самом простейшем уровне начинать планировать, копить, накапливать деньги и ресурсы, осваивать таким образом первые финансовые операции. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы все эти занятия проходили весело, интересно, азартно для ребят. Тогда от них будет, конечно же, большая польза. Что такое финансовая грамотность? Давайте начнем с этого. Прежде всего, это знание о том, как циркулирует в нашем человеческом обществе финансы. Но кроме знаний, это еще и умение, то есть умение управлять этими финансами. А самое главное, то, о чем забывают, это поведенческие модели, необходимые для принятия правильных и полезных финансовых решений. И если поведенческая модель будет неправильной, тогда уже молодые люди могут начать свою сознательную жизнь с того, что у них будет мало денег, будет много кредитов, с того, что они будут попадаться на разные махинации, попадаться властью мошенникам. И все это не даст возможности чувствовать себя в жизни хорошо, уверенно и легко шагать по этой жизни. И нам кажется, что это не про молодых. Кажется, что все вот эти телефонные мошенники, да и не только телефонные, но и все другие мошенников, они наносят вред старшему поколению. А молодежь, она такая продвинутая, в компьютерах разбирается и вроде бы не должно. Но вот смотрите, какая стойка. 9% россиян были обмануты мошенниками на деньги. Очень крупный ущерб, который исчисляется с 7000 рублей. И обратите внимание, кто чаще всего попадался на удочку мошенников. Это жители сел, это молодежь 18-24 лет, это граждане, вполне себе родоспособные, вроде бы даже мудрые, 34-44 года. Ну и также среди попавшихся без высшего образования 14% граждан. То есть, очень много людей выучились и умненькие, и работают, и деньги получают, но финансовых стратегий у них нет. Ну и по поводу кредитованности кредитов. Вот такая вот статистика. Очень много кредитов, и в том числе у молодежи 28-32 года. 44% россиян из этой группы имеют эдиты. Это говорит, что у них нет сфотографии этого стратегия. И вот на какой перерывке он показывает себе... И что входит в понятие, например, финансовая гражданность? И ввыно пирамиды, самый нижний, опорный. Это представление о делах и простые расчеты. Для того, как это происходит, представление о процессах. Затем мы рассказываем про личные... Еще мы говорим про ценности рукодотворного мира. И вот здесь очень важно наверху... Первый день, передать детям правильное отношение к деньгам, к богатству, к финансам. Потому что, ну, что греха таить, вы все об этом знаете. У нас не очень много пока улучшений. В споре бедный, а как-то как-то, как почему-то бедный. Хорошо. Продолжение следует... Для школьников база в 6-6 лет. Это труд, личный бюджет, сбережения, покупки. Ну, а также такие вещи, как долг, должник, займ и так далее. В 6-7 лет мы уже добавляем ко всему вышеизложенному такие вещи, слова и понятия, как планы, экономия, потребность, капризы, желания, возможности. Рассказываем про торговые предприятия, про то, что есть у нас подарки и покупки, про то, что есть реклама. Ну, и также вершины комитетов, это богатство, бедность, жадность, щедрость и другие личные качества, связанные с денежными блоками. Поставьте, пожалуйста, огнёчек, если меня стало хорошо слышно. Мне мой компьютер пишет, что всё в порядке, всё, огнёчки есть, значит, так же. Но мы можем учить детей финансовой грамотности. Прежде всего, это ролевые технологии и это ролевые игры. Про них я сегодня расскажу. Это наставленные игры на финансовую тематику, про монополию. Все, конечно же, сказали. Есть много интересных игр, про них мы тоже поговорим. Кроме того, как, в принципе, в других областях знаний, в новых образовательных программах представление о том, что мы не проводим резкие границы между разными знаниями. Поэтому у нас денежные представления, они вполне себе могут быть интегрированы и в математику, когда мы в качестве счётного материала берём монеты настоящие или бутафорские. Но также представления и знания могут быть интегрированы в развитие представления об окружающем мире, потому что окружающий мир, социальные его составляющие, они немыслимы без денежных отношений. И, конечно же, здесь речь пойдёт о том, чтобы показать ребятам все денежные финансовые институты. Ну и кроме того, не забываем, что наш мир и мир наших детей сейчас очень сильно расширился. Поэтому мы можем использовать и мультимедиа, проектную деятельность, разнообразные экскурсии в магазины, в банк и так далее. И таким образом дети получают полное представление о мире финансовой грамоте. Они очень точные, они очень понятные и написаны тем языком, который понятен, будет детям и приведено упражнение, которые на самом деле для изучения финансовой грамоте. Это поиск по увидению внимания, это написание советского автора, которую он написал для своих собственных детей. Это интересная книга, написана в виде детической истории, очень хорошо заниматься с мастерами, читая книги. И когда я занималась по этой книге со своими детьми, мой ребенок заработал первые деньги в 7 лет. Он просто водился с соседским мальчиком. Радостная мама, конечно же, выдала ему те деньги, которые он попросил за такую вот чудесную работу. Книга очень хорошая. В ней как раз нету вот тех неправильных, неверных представлений про деньги, которые иногда нам всем мешают накопить богатые деньги. По пирамиде ценности творного мира. Мы все, конечно, знаем, что духовный мир – это прекрасно. И стараемся детей познакомить с духовными ценностями нашего мира. Но и рукотворный мир, он тоже очень важен. И это две стороны одной жизни. Потому что мы не можем развивать духовные ценности без материальных. И с другой стороны, материальный мир не может без духовных ценностей. И вот эту идею хорошо бы до дет донести. Мы же знакомим ребят с миром вещей, даем основы бережного отношения к вещам. И, конечно же, самое главное, что нужно в дошкольном возрасте передать ребятам – это уважение к труду, к любому труду. И вторая ценностей, она очень размыкается со знакомством с профессиями. Во-первых, мы даем представление о том, что профессия – это когда взрослый человек выполняет какую-то работу, ну и здесь акцентирует это внимание, работу, которая нравится ему и полезна другим людям. И он за это получает деньги. То есть профессия – это работа, за которую получаешь деньги. Вот это вот ключевое знание. И мы даем представление о профессиях. Готово такое товароуслуга, разные виды оплаты за труд. Здесь уже не забываем, что мы живем в первом веке, и наши малыши тоже будут жить в 21 веке, уже во второй половине 21 века. Поэтому мы говорим не только про зарплату, но еще и про прибыль, процент из продаж, гонорар и так далее. То есть все возможные виды доходов мы тоже для ребят обозначаем. И пытаемся все это проиграть. И вот вам несколько игр, которые детям очень понравятся и дадут им осознание ценности труда. Добрый день всем, кто пришел. Ну и, кстати, наш чат активный, поэтому в чате вы можете очень спокойно задавать любые вопросы. Я буду стараться на них отвечать. Итак, игры на осознание ценности труда. Как вам, например, такой вариант? Спорт-игра, где каждая победа приводит к получению фишек или игровых денег. Или, например, экономическая ферма. В ферму ВКонтакте взрослые любят играть. Мы можем детям с помощью фигурок животных организовать вот такую игру. То есть дети ухаживают за животными и растениями и получают за это игровые деньги. Также погрузитесь в скорость подвижной игры, где каждый правильный ответ тоже приносит деньги. Вариант виртуальной или реальной ярмарки. То есть ребята что-то делают, какие-то поделки. Да, и здесь опять мы говорим о том, что разные области знаний пересекаются. То есть они, допустим, на занятиях или в свободной деятельности сделали какие-то интересные вещи. И вот мы устраиваем ярмарку, где дети могут поделки. И здесь деньги могут быть виртуальными, то есть игровыми. Но если вы посчитаете нужным и по согласованию с родителями, это могут быть уже и реальные деньги. Например, родители приходят на эту ярмарку, платят небольшую сумму за то, что сделают детки и в патальной ярмарке. А на то, что ребята покупают себе какую-нибудь вкусняшку и все дружат. Только здесь избегайте, пожалуйста, вот таких вещей, что дети продали свои подарки, да, они получили реальные деньги, и вы им говорите, а теперь мы эти деньги пожертвуем. Вот здесь по-моему, что жертвовать, нужно не все, что заработали в современном мире. Но дети все равно должны понять, что их труд оценен, и они должны почувствовать вкус своего труда. Вот прям так. Ну, то есть разнообразные задания, где дети за то, что они делают задания, получают деньги, считают деньги и так далее. Следующий раздел, про который мы говорим, это развитие личных качеств и науков, которые приводят к тому, что человек становится более благополучным. Это качества и науков, которые нужны для того, чтобы зарабатывать на день и быть очень обеспеченным человеком. А это трудобережливость, предприимчивость, новое качество. Есть такое качество, как честность и настрой на успех. Ну и здесь обратите внимание, что про деньги вообще написано много разных сказок и рассказов. И здесь очень хорошо проводить занятия, читая детям сказки и потом их обсуждая. Но обратите внимание, что сказки про деньги бывают разные. И очень много сказок, они сосредоточены на том, что богатый проигрывает, а бедный выигрывает. Такие сказки, конечно, должны быть, потому что там не только про богатство и про бедность, но еще и про личные качества. Но обратите внимание на сказки, где детям показывают прямо-таки финансовые стратегии, правильные или неправильные. Ну возьмем нашего любимого Буратино, у которого была возможность либо то, что называется проделать длинный путь до денег, пойти в школу, выучиться, начать работать и помогать своему папе. Либо очень короткий путь до денег, а именно взять свои денежки и зарыть их на поле чудес. И с ребятами вполне можно проговорить, когда вы читаете эту сказку, и про то, какую стратегию выбрал Буратино, почему он так выбрал, почему так поступили Лиса Алиса и Кот Базилио, и как нужно было все это сделать правильно. И точно так же в других сказках, и вот здесь я привела вам сказки, которая акцентируется именно на правильных и неправильных стратегиях обретения благополучия. Не забываем здесь и про настольные игры. Например, монополия. Единственное, что здесь монополию нужно брать именно детскую, которая от 4 лет деткам предназначена. Взрослая монополия им будет сложна, а вот такая вот веселенькая, интересненькая, будет нормально. Точно так же знаменитый денежный поток, и его аналоги сейчас много. Смотрите, денежный поток для детей, именно варианты для детей, потому что там свои центы, то есть в этих играх очень много внутри важных людей, такие, например, как важность образования, то есть братья в деньги и время на образование, ты потом получаешь больше денег. В этих играх, в денежном потоке, рассмотрены разные современные способы заработать деньги, которые мы с вами, может быть, даже и не рассматриваем, а дети наши все об этом знают. И точно так же здесь в механизме игры заложена возможность сотрудничать, проявлять качество предпринимателя, и это помогает достичь победы. Следующий наш раздел, следующая тема, про которую нужно поговорить, это дети и деньги. Вообще, когда спрашивают детей, что такое деньги, особенно маленьких детей, деньги для детей представляются собой какими-то такими бумажками, или какими-то элементами, которые родители приносят никуда. То есть у родителей вообще деньги есть. Где они добывают, ребята не знают. Ну или такой вариант, малыши выдают, что папа и мама ходят на работу, они пришли на работу, им деньги дали, и они принесли эти деньги домой. То есть они ходят на работу, чтобы только забрать деньги. Вот такие вот понимания, понятия. И нам, конечно, важно, чтобы было все совсем по-другому, то есть чтобы у детей к началу школы сложилось представление о том, что деньги, во-первых, это средство обмена, во-вторых, это всегда эквивалент труду. Не просто так деньги получаются, они меняют труд на какие-то более вкусные, интересные, приятные вещи. То есть это речи, на которые нужно обязательно обратить внимание ребят. Что важно сказать? Во-первых, деньги сами не появляются. То есть это у нас в день. Можно оборвать ближайший куст и стать миллионером во взрослом мире не так. Деньги зарабатываются. Объясняем, как люди зарабатывают деньги и как заработок зависит от вида деятельности и квалификации. Важный такой момент, что сначала зарабатываем, потом тратим. То есть если денег нет, они ниоткуда не возьмутся, поэтому их нужно сначала заработать. Ну и в разуме траты тоже ребятам рассказываем. Что еще важно? Важно рассказать о том, что такое стоимость товара, что значит дорогой товар и дешевый товар, от чего стоимость товара зависит. Тоже очень важные вещи. Дальше. То, что очень важно относиться к деньгам бережно и их считать. Приучаем считать сдачу, внимательно считать. И это тоже такие хорошие навыки. Ну и деток старше обучаем тому, что финансы нужно планировать и даем какие-то такие вещи важные про то, как можно планировать. То есть это и разнообразные копилочки для детей, это и различные планировщики, которые сейчас есть и в сети интернет, и тетрадочки-планировщики есть разнообразные. Точно так же очень важно поговорить про финансовые безопасности и что делать, если, допустим, у тебя нет денег, или украли деньги. Ну и самое главное, что не все покупают. То есть есть вещи, которые покупать и продавать, ну никак нельзя. Вот несколько игр на освоение навыков управления деньгами. Копилка желаний. Здесь игра долгосрочная, то есть по сути это даже игра, такой долгосрочный проект может быть, да, когда есть желание у ребенка, и ребенок может постепенно корректировать этот день. Семейный бюджет. Это разнообразные игры с заданиями по распределению финансов на разные нужды. Одну игру я вам тоже покажу такую. Разные варианты игр в магазин, ну вот, например, такой, как магнитный ангар, доска с изображением магазина, могут прикреплять покупаемые товары. Вот несколько идей на то, чтобы познакомить ребят с нашим денег. Банковская игра. Даже у этих шестилетних дней мы можем создать представление о банковских руках и вообще работе банков, когда мы введем банки. То есть жильвы и игры, в которых есть банк, и мы ребятам даем возможность, что, например, можно деньги в банк положить, чуть-чуть дождать, потерпеть, и ты потом вынешь больше. Либо наоборот, если нужны деньги сейчас, то ты их из банка берешь, но потом берешь чуть-чуть побольше. Интересные тоже виды работы, и это опять такой долгосрочный график накоплений. Мы ребятам прямо на графике показываем акцию накоплений. Рассказываем приготовление, про то, почему очень важно помогать другим людям, когда у тебя деньги есть. Ну и все варианты игр готовим еду, собираемся на курорт, например, там, где нужно купить вещи и посчитать деньги, которые на это пойдут. Представление о самих деньгах. Есть очень много мультиков, которые очень интересно рассказывают про деньги, про историю появления денег. Про то, как деньги были сначала большими камнями, потом ракушкой, потом договорились, что это будут небольшие слиточки драгоценных металлов, потом у нас эквивалентных многоценных металлов. И здесь вот ссылки все рабочие, то есть вы можете пройти по этим ссылкам, и у кого YouTube еще живой, посмотреть. Ну и опять-таки по названию можно найти на других ресурсах эти фильмы и мультфильмы, они достаточно распространенные. Я говорила, что кроме монополии есть еще что поиграть. Игрушка «Купи слона». Счет до 20, действия в пределах 10. То есть здесь мы самыми-самыми маленькими ребятами в возрасте игры от 4 лет можем дать, уже создать представление о купле-продаже, о том, как циркулируют деньги, о группировке предметов и много-много чего еще. Упражнение «Покупка». Очень интересное мнение, это как раз упражнение на финансовый выбор. Ну и точно так же на компетенцию, умение покупать прежде всего. То есть по упражнению ребенку предлагается дать покупки. Ну и мы показываем ребенку картинки. Вот на одной картинке мама дает деньги ребенку, вот он идет с пустой котомкой, потом он идет в магазин, стоит у кассы, берет хлеб, идет домой с наполненной сумкой. Ну и здесь нужно разложить картинки в ряд и потом составить коротенький рассказ по картинкам, соблюдая последовательность действия. Это как бы такая подготовка уже к реальным покупкам. Упражнение «Размен». Оно может использоваться в образовательной области математика, потому что, для того, что оно дает возможность поманипулировать с деньгами, оно еще выделяет знание цифр и умение соотносить цифры и количество. Мы предлагаем ребятам с помощью монеток в 1, 2, 5 рублей выкладывать разные суммы от 1 до 10. Ну и если детки умненькие, то суммы больше могут быть. Дальше. Примеры, игры, упражнения для изучения денег. Калейдоскоп денег. Здесь задача ребенка рассортировать игры по номиналам, больше-меньше. Разные ролевые игры в супермаркет, где ребята играют в патери и продавцов. Финансы, пазлы. Создание пазлов с изображением монеты, купюр, чтобы научиться их различать. Копилка желаний, когда ребята собирают деньги на какие-то желания. Об этом уже говорили. Следующее упражнение, про которое я хочу рассказать. Что угодно для души. Смотрите, упражнение очень хорошее и интересное в плане того, что оно дает представление о том, что есть желания, есть капризы, есть необходимые вещи, а есть то, что называется вещи не необходимые, но несущие какую-то дополнительную радость. Их можно купить, а можно и не купить. И мы даем детям картинки с изображениями товара из любой игры или делаем сами и предлагаем положить в корзину товары, которые захотят купить в магазине. Например, ребенок, если он очень хочет кушать, понятно, что он купит прежде всего еду. Это еду, которой можно утолить голод. Семья, которая ждет гостей, и здесь будут и тортики, и фруктики. Мама, выбирающая подарок для дочки или, например, папа, желающий купить спортивную одежду для ребенка. Можете продолжать разные задания, ну, например, попросить ребят собрать семьи. В отпуск одна семья поедет на морское побережье, а вторая семья в поход в тайгу и что им нужно, какие товары им нужно купить. Игра много-малая. Мы продолжаем изучать денежные понятия, и здесь у нас понятие спроса. Также говорим про спрос, про потребности и предлагаем на тех же карточках, что и в предыдущей игре, например, предложить ребятам выбрать товары, которые, ну, например, приобретет семья, в которой мама, дочка и бабушка, или семья, в которой мама и сын, или многодетная семья, семья с севера, семья с юга и так далее. и здесь мы уже вводим понятие спрос, как определенный товар, который очень-очень нужен людям в определенное время, в определенном месте. тоже очень интересное и полезное для детей упражнение. Когда мы детям предлагаем выбрать товары, и к покупкам нужно подойти осознанно. Мы даем определенную сумму денег, небольшую и немаленькую, и предлагаем ребенку выбор. Нужно, например, купить продукты или остаться без продуктов, но купить какие-то игрушки, средства роскоши и так далее. Что сделать? Отказаться от продуктов и купить подарки или повременить с подарками, но купить что-то нужное. Можно с ребятами устроить небольшое обсуждение или дискуссию на тему того, как это происходит. Ну и немножечко заглянем в будущее, поговорим о финансовой грамотности младших школьников, потому что может быть и кто-то из вас занимается с младшими школьниками. Ну и интересно всем, наверное, к чему дальше готовить ребят в плане финансовой грамотности. В школе точно так, как в детском саду, финансовая грамотность она тесно прикасается с другими образовательными областями. И здесь уже мы прекрасно понимаем, что ребеночек, который пошел в школу, он уже с финансами соприкасается очень и не может быть и не больше покупать. Также у первоклассников появятся карты. Ну и, собственно говоря, у первоклассников самостоятельности гораздо больше в плане финансов, чем даже у у ребенка из подготовительной группы. Поэтому, что здесь важно, научиться пользоваться всеми терминами финансовой грамотности, рассчитывать бюджет подвластный ребенку, решать задачи, рассчитывать суммы, которые у него появляются. Ну и обратите внимание, как интегрируется финансовая грамотность в уроке математики. В первом классе знакомимся с деньгами, с рублями, монетами до 10 рублей и считаем в пределах 20 рублей. Во втором классе уже ребята считают в пределах 100 рублей и расширяют знания о разных монетах. В третьем классе это уже 1000 рублей и мы выводим формулу стоимости, то есть сколько стоит не один, а несколько. И здесь в ходе математики ребята решают много финансовых задач. Чаще всего они достаточно приземленные, то есть те задачи, с которыми ребенок сталкивается в реальной жизни. Ну и здесь уже по нынешним временам карманные деньги у ребенка могут быть и до 1000 рублей. Ну и четвертый класс, конечно, миллионы ребенку не даем, но уже считаем деньги до миллиона. Рассказываем про статьи расходов и доходов семьи, про семейный бюджет, про планирование. Ну и ребенок уже к окончанию четвертого класса примерно должен знать, а сколько стоит обувь и так далее, сколько стоит вообще жизнь человека. Вот такой вот комплект материалов можно использовать, если вы обучаете школьников. Он достаточно удобный, тут есть и методички, и работа с дошкольниками. Ну и также их можно использовать и с дошкольниками, если им помогает взрослый человек. Давайте посмотрим некоторые игры. Моя самая любимая и у детей она самая любимая. Мочекора – город мечты. Финансово-экономическая игра, которая рассказывает и про микроэкономику, то есть экономику отдельного хозяйства, и про макроэкономику, то есть как финансовые потоки циркулируют в городе и даже в целой стране. Города и каждый берет себе какие-то карточки предприятий, карточки сырья, которые начинают приносить дополнительные деньги, и на эти деньги можно дальше докупать еще карточки предприятий. Здесь очень важно построить стратегии развития своего предприятия или своей отрасли, которую ребенок выбрал. И здесь самое интересное и важное, что стратегий очень много, и ребята примерно за второй-третьей игры начинают уже просчитывать стратегии и выбирать наилучшую. И когда мы видим уже таких достаточно опытных игроков, мы понимаем, что начинается борьба стратегий, и здесь очень-очень много интересных финансовых решений. Деловая игра фирмы ПАК «Погоня из картикура» подходит для младших школьников, для дошкольников. Будет немножечко сложновато, но опять для детей и родителей она нормальна. Здесь цель игры – это научиться составлять бюджет, анализировать траты, ну и задача пройти всю игру и победить дракона, не оставшись при этом вообще без денег. Ну и еще интересную хочу вам показать игру. Игра «Как Иван за драконом ходил». Игра не только на финансы, но и на развитие навыков планирования, разнообразные навыки. Ну и эта игра довольно-таки простая, она создавалась под задачу, и вы точно так же по образу и подобию этой игры можете создавать для ребят разнообразные игры-квесты, в которые они с большим удовольствием играют. Итак, у нас есть цель игры. Ивануки наши отправляются к дракону, которого нужно привести к царю, и за каждое действие, которое они делают, они начисляют игровые очки. Очки, эквивалентные деньгам, но и побеждает команда, которая набрала больше очков. Первый дел по важности, и здесь такой организационный этап, когда мы с ребятами говорим о том, что важно делать, какие дела приносит человеку, какие не приносит. Вот, например, дел, которые ребятам нужно распределить по важности. Как вы понимаете, подковать коня и собрать еду в дорогу, взять меч, в этой ситуации гораздо важнее, чем, например, пересчитать все звезды и сыграть в лапту с друзьями. Поэтому за правильное действие дети уже начинают получать деньги. Игровые первые деньги получены. Обратите внимание, что в этой игре изначально деньги детки не получают, то есть деньги к ним приходят в игре. Они их должны заработать, ну, хотя бы своими знаниями. И после этого они могут деньги уже тратить. И здесь идет уже такое вот обсуждение. Первое, на что тратят деньги, это на помощников, которые помогут им. Но не за бесплатно, а каждый помощник пожелает взять себе деньги, если они ребенку будут помогать. Здесь уже идут расчеты, а кого выгоднее нанять, а кого невыгодно нанять. И точно так же в этой волшебной лапе можно купить какие-то товары, которые затем в дороге пригодятся. И также идет очень много обсуждений о том, что полезнее, что не полезнее, за что жалко 10 монет, за что не жалко 10 монет. Ну, вот, то есть финансовая стратегия прямо в действии. Для этого идет выбор птиц, и дети проходят по этапам, на которые, как вы видите, начинаются траты. Допустим, нужно покупать еду, но если додумались взять скатерть самобранку, то уже еду покупать надо. Траты за то, чтобы пройти препятствия, траты за то, чтобы согреться в дороге, ну, и траты за то, чтобы преодолеть препятствия. Если препятствия преодолевают, тогда, как вы видите, ребят в игре награждают, и у них становится больше нет. После этого ребята попадают на рынок, и здесь мы уже устраиваем большую куплю-продажу. То есть здесь уже мы не меняемся предметами, а можно продать и купить. И самые умненькие называют, ну, такую достаточно высокую, адекватную цену за те товары, которые они предлагают. И здесь точно так же выбор стратегии, что делать стадионам, и каждая стратегия дает какие-то преимущества и дает какие-то потери. Вот такая вот игра интересная. Ну, и напоследок еще немножко информации для родителей, которые, я думаю, вы им передадите. Но пока уже можно писать вопросы, на которые нужно ответить. Я вот уже вопрос вижу. Вопрос вижу. Можно ли защитить высшую категорию по данной теме? Данной презентацией можете поделиться. О презентации поделюсь по поводу высшей категории. Не скажу. Честно скажу, не знаю про требования к высшей категории. Но в любом случае никакая информация во мне повредит. Я старалась в вебинаре давать практическую информацию, которую можно использовать, ну, вот прям завтра с вашими ребятами. Итак, информация для родителей. Что очень важно рассказать. Информация про копилку. Вот родители по-разному относятся к копилкам. И кто-то говорит, что детям нерево уже приближаться к деньгам, пока они их еще не начали зарабатывать. А другие довольно рано дают деньги. Но мне кажется, что копилка – это вещь хорошая. Во-первых, она дает представление о том, что такое накопление, как они делаются. Во-вторых, она дает очень хорошее развитие волевым качеством, потому что учит ребят ставить цели, проявлять цепление и выдержку и ждать. И это хороший опыт распоряжения собственными деньгами и понимания того, как деньги могут накапливаться. Несколько правил для взрослых по поводу копилки. Ну, во-первых, то, что попало в копилку, принадлежит ребенку. То есть, если ничего не осталось до зарплаты, все равно нельзя разбивать копилку и брать у ребенка деньги. Единственное, что мы можем с ребенком договориться, что мы берем деньги под процент. Как бы странно это ни звучало, вы можете так договориться с ребенком, и это будет для него опыт таких вот первых банковских операций. Второе. Первые цели, которые запланировал ребенок, и вы его поощрили на накапливание, они должны быть короткими и легко достижимыми. То есть, для дошкольника ситуация, откладывая по 10 рублей накопишь на велосипед через год, вообще недостижимая. Для него расстояние временное в год, это, ну, примерно, как для нас 100 лет, поэтому для него вообще непонятно, что будет через год, и копить он не будет. То есть, первые шаги в накапливании, они вот в районе недели, да, то есть, там, пять дней покопил, на шестой собрал денежки, купил какую-нибудь вкусняшку себе. Если ребенок не выдержал и потратил деньги, не ругаем, это тоже его выбор, а вот если он выдержал и не потратил, и достиг своей цели, тогда безудержно хвалим, это тоже его стемневает. Ну, и про карманные деньги. Все-таки, с точки зрения психологии, карманные деньги, это хорошо. Это хорошая развивающая среда, для того, чтобы ребенок обучился финансовой грамотности. Это деньги, которыми сам ребенок распоряжается, ну, и понятно, что сумма должна быть такой, чтобы ребенок себе ни в коем случае не навредил. сумма растет вместе с ребенком, и это процесс очень и очень индивидуальный. То есть, мы смотрим на то, как ребенок распоряжает сумму, которая у него есть, и после того, как понимаем, что здесь все в порядке, то сумму увеличивается. Ну, и следующее, что очень важно, карманные деньги мы не используем как рычаг для воспитания, то есть, не лишаем карманных денег, не добавляем много карманных денег, если ребенок уже очень хорошо сделал. Ну, кстати, вот это можно сделать, но лишить карманных денег или вытрясать денег, это совсем нехорошо, так не должно быть. Ну, собственно говоря, это все, о чем я хотела рассказать, ну, и у нас осталось немножечко времени на то, чтобы вы позадавали ваши вопросы, задавайте вопросы, спрашивайте, ну, и еще раз скажу, что презентация вам остается, вы можете ей воспользоваться, ну, и всеми ссылочками, всеми списками игр, пусть это пойдет на пользу вам и вашим детям. Коллеги, есть ли вопросы? Ну, вопрос никто не задает, поэтому я с вами прощаюсь, выйду, чтобы еще раз, Анатолийский. Здарова. Анатолийский. Продолжение следует...